В семейском филиале партии Нарутан Аким Семей Ермак Салимов провел прием граждан по личным вопросам. Всего на прием градоначальнику по различным проблемам обратилось 13 человек. В ходе беседы с гражданами были рассмотрены вопросы лифтового хозяйства многоквартирных домов, объявления автобусных остановок в пассажирском транспорте и обеспечения питьевой водой жителей дачного массива Восточной Левы. Также во время приема были рассмотрены и другие обращения семичан. Проблемы в лифтовом хозяйстве многоэтажного жилого фонда «Семей» назрели уже давно. Решать их самостоятельно жильцы многоквартирных жилых объектов не могут. К примеру, семичанам, проживающим в первом подъезде дома по адресу улица Би-Барамбая, 39. На ремонт лифта потребуется примерно 1 миллион 300 тысяч тенге. Эти деньги жильцы должны собрать сами. Но участвовать в восстановлении лифта желают только владельцы нескольких квартир. Получается всего 10 квартир, которые согласны, чтобы лифт. И это неподъемная сумма для нас. Вместе с тем, проблемы лифтового хозяйства касаются многих многоквартирных домов, где жители верхних этажей на протяжении нескольких лет живут без подъемников. Всего, по информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, в «Семей» порядка 200 неработающих лифтов. Сколько, по поводу, таких лифтов неработающих? Около 200. А? 200. Около 200? Да. 200 лифтов в городе не работают, да? Листы у нас, все, когда сумки массовые, по словам, это цветмет хищения. Ладно, вы мне отдельно сделаете справку по постоянным лифтам. В числе обратившихся к этим у города были представители казахского общества слепых. Они попросили обозначить номера автобусных маршрутов крупным черным шрифтом на белом листе бумаги и продумать их подсветку. Также инвалиды по зрению обратили внимание градоначальника на то, что в «Семее» действует только один единственный светофор со звуковой подачей сигнала. Кроме того, для удобства слабовидящих и незрячих граждан необходимо предусмотреть объявление автобусных остановок. Приняв о внимании обращение людей с ограниченными возможностями, Ермак Салимов поручил руководителю городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог решить проблему, оснастив автобусы флеш-картами с объявлением остановок на государственном и русском языках. Вы пишите, что остановки, они у тебя известны, эти остановки, значит, так. Это будет их тоже немножко дисциплинировать, то есть не будет этой объявленной остановки, не доезжая до нее, правильно же, да? У тебя же будут там интервалы. Гео-нахождение, правильно же, да? Это вот дополнительная, так сказать, дисциплина. Заготовьте эти флешки, напишите на них на русском, на казахском, на английском. Вместе с уроком ты попросил, вместе с уроком мы тебе даем. И вместе мы за этим делаем смотреть. Очередная посетительница, жительница дачного массива «Восточный Левый» Мажан Мукашева рассказала Акиму о том, что жители дачного массива уже в течение 20 лет испытывают проблему с питьевой водой. Воду, которую мы пьем, непригодна к употреблению. Уже несколько лет мы обращаемся в разные органы. Есть огород 6 соток, выращиваю овощи, у меня есть свой колодец, но вода в нем со вкусом солярки, непригодна для питья. У соседей также. Все мы носим воду с трассы. Аким отметил, что организовать централизованное водоснабжение жителей Восточного Левого не позволяет статус дачного массива. Вместе с тем он поручил отделу жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть варианты водоснабжения граждан путем подвоза воды или временного подключения к сважении пожарного депо. Всего в ходе приема к Акиму города по разным вопросам обратилось 13 человек. По всем обращениям им были даны подробные разъяснения. А решение некоторых проблем было взято на особый контроль. Сама Цикенов, Эльдар Рафиков, Кайрат Кожахметов, Телеканал Семей.